Музыка Наступило наше время. Закончились праздники. Начинаем. Итак, друзья мои, сейчас мы с вами здороваемся с гостями. Гостей двое. Это Елена Александровна Савинич, сестры Соленышко и ее братец Ивановска. Вот он. Добрый вечер. Иван, ты Иван Савинич и через 10-20 лет тебе будет знать вся Россия. Вот. Поэтому я использую камеру в случае, чтобы засветились мои друзья. Даже Тимошка и тот уже разбирается с удовольствием. Ну ладно. Что мы видим на экране? Сегодня 10 число. Мы видим, что время не стоит на месте. И Сергею совершенно не стыдно почему-то за эти саженцы. Ну а дальше начинается обычная учеба. Поехали. 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 Итак, значит, вебинар 130. Как у Матери и самого Елена Александровна. Мне нужен эксперт настоящий. Мы уже с вами в прошлом, позапрошлом году пробовали абсолютно круглые академики. Испорченные нами напрочь. Приезжает саженец Железовский. В Москву, Подмосковье. Что мы видим? Вернул форму. Вернул форму. Что будем делать? Наблюдать. Ждать. Чего ждать? Размножать. Есть уже две формы как минимум. Одна круглая, одна такая. Сохранять, значит? О! Вот оно слово главное. Я услышал. Я не подговаривал. Вот оно. Итак, смотрим. На эту фотографию смотрим. На эту фотографию смотрим. Вот давно забытые носики. Вот. Много лет как мной забытые. Возвращаемся к важнейшей теме. Почему? На прошлый вебинаре я обратился к человеку. На тот момент я не фамилию. Я не помнил ни имени. И даже где это было. Так. А вот это вот все попало в Яндекс. Это Павел устроил такую самую вещь. А к нам с ним попала вот эта информация. Внимательно смотрим. Повторяю, что это важнейший момент. Почему? Потому что я хочу уже пора сделать выводы. Страшные выводы. Вот это вот тот самый, с которым те вклады. И обязательно сказать, кто это автор этого. А потом решил. Да, может и не надо. Находится человек, который своими руками посадил сам, где лежал. Вот он. И у которого в руках, хотя по всем правилам посадил, наховных, вот. Погиб этот самец. Разница в чем? У этого нет и не может быть штамба. А у этого и штамба. Вот мы и пришел со временем к такому мнению. Проклятие российской науки. Искусственная штамба. И ученый, тут слово ученый пропустил, уничтожили собственное творение. Это не шутки. Это те самые, да? Вот они. А рядом абрикос, к сожалению, мертвый. У него есть точный адрес. Я посчастнялся, помните, вспоминайте. Вот. А ниже как? Ну, это институт. Так какой институт? Ниже будет об этом. Почему саженец мертвый? Выбрила корневая шейка? Нет, наверное. Я не знаю, как он садил. Но у моего было, наверное, пятнышко, чтобы шейка не заглублялась, да? Здесь наверняка саженец, Может, я второй сыграл. Но я прицепился именно к искусственным штамбам. У веток нами, вживлённых веток, выпрямленных, Нету штамба и быть не может. Самые нижние ветки – самые ценные. А они отрезаются. Вот он. Вот, поехали. Смотрите. Александр Васильев. Спасибо, Александр, за то, что вы откликнулись. Я даже не ожидал. И я читаю подробно ваше письмо. Это момент исторический. Когда-то должен наступить момент, когда уже… Вот Юрий еще не забыл, как его оскорбляли эти самые на Томатовском форуме женщины с этими… Выпускницы с этими рязевками. Только потому, что он против обрезки, да? Вот. А когда-то наступит такой момент, когда… А тут один к тысяче. Ничего не изменится. Как калечили, так и будет. И вот я пытаюсь, чтобы этот момент наступил, когда где-то кто-то скажет «Хватит!» Но у него власть будет. Читаем. Смотрел вчера вебинар уже после прямого эфира. Поэтому не смог отозваться сразу на вашу просьбу еще раз сообщить, в каком институте я приобрел сальность абрикосов под названием «Товарищ». И… Напрягитесь, Елена Александровна. Это Мичуринский Всероссийская научная и сельский институт генетики и селекции плодовых растений. Коротко «ВНИИГИСПР». Старое название «ЦГУ». Елена Александровна Савельевич была во ВНИИСе? Была? Была. И в ЦГЛе тоже была? В ЦГЛе была. А вот в этом институте она была. Раньше во ВНИИГИСПР, я все время брал сальность. Она маленькая, качество было. Но потом все время, конечно, начало падать. А потом про вас узнал. И туда уже перестал заезжать. А самое интересное для меня, это как бальзам, почему я еще до сих пор жив. Представляете, какие я получаю таблетки молодости? А ваш академик, что на фото всех москвичей удивил. Сотрудники мои, друзья и знакомые, когда увидели фото абрикосов, попросили до них тоже заказать сарусы. Пришлось обратиться к Сергею Железову. И вот на сегодняшний день в Подмосковье еще пять ваших абрикосов, который год растут. Пять. А надо было пять тысяч, пятьдесят тысяч. Так, нет? А это три академика и два серафима. А два академика, кстати, теперь правда, а то я же чуть ли не мошенником был. Ну, когда трудно обвинить мошенник человека, которого 120, абрикос, 120 грамм, да? Ну, можно сказать, что ты врешь-то, это же не академик. Ну, вернулась форма. А это самое интересное на свете, что подтверждает мои слова. Невозможно после прививок сохранить форму. Захотел, вернулся. Вот так. Так, дальше. Второй год Пивнинской области. Кстати, фото абрикоса, что вы вчера показывали, я разные высылал. А найдет, попробуй сейчас. У меня тысячи писем. Если они затерялись, могу еще раз высылать. Пожалуйста, высылайте еще раз. Они поинтереснее вчера с него. Так что мы еще с вами не все видели. Интересно. А может, еще они свежие. Теперь. Почему в России нет абрикоса? Это я написал. Сейчас объясняю. Яндекс популярная вещь. Там сайт, у которого десятки тысяч подписчиков. И вот человек пишет. Для них. Видимо, очень-очень грамотный. Смотрите. Абрикос нарушается в ежегодной обрезке. Смотрите. Она снижает крону дерева. Урегулирует урожай. А как можно отрезать ветку, урегулирует урожай? Его можно уменьшить. Если не за один год брать, с перепугу может повысить урожай, но потом умереть. Но если я всегда думаю, там у них получалось, как тем летом академики, если взять десятилетное дерево, они показали ветки какие-то, примерно 50% он должен убрать. А остальные 50%. Как они могут регулировать? Так и написал бы. Уменьшить урожай. Улучшать качество плодов. Вот это правда. Перед смертью. Правильно? А нет. Действительно. Вот это есть такое. Видимо, дерево дало прекрасные плоды. Людей на земле не было. Близко. А произошла селекция каким образом? Чем больше в нём сахара, чем больше в нём. В одном случае сахар, в другом нектарина. Получается так, что именно этот плод возьмут, именно эту косточку где-то за километр нанесут и выплюнут через другое отверстие. И получается селекция. Теперь оно даст. Там опять кто-то лучше выберет. То есть два варианта всё-таки. Попали на землю, как я считаю, культурными. Второй вариант. Они были в сердце, в страте. В общем, они были улучшены с помощью природных эффектов. И получается так, что когда делают обрезку, дерево вспоминает корову, я гибло. И дай-ка я выброшу, все силы брошу на то, чтобы проходящий мимо лось не прошел. Выдел яркое, красивое, да? Вот это, между прочим, это не чушь, как эти дамы про меня говорили. Это, скорее всего, так и было. Итак, вот эта вот обрезка, оказывается, помогает эффективно бороться с болезнями. Представляешь? Стоял здоровый дерево, никого не трогало. Изувечили его. Лишили морозостойкости. Страшные раны, 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 раны. Оказывается, это борьба с болезнями. То есть человек, который совершенно не представляет ничего и никогда. Вот это вот человек, который где-то даже, как его можно назвать, когда-то страна будет такими людьми гордиться. Он шесть лет стажем, то есть шесть лет назад он посадил первую косточку. Вот первые абрикосы плоды уже были, но это свежий снимок, он сделан три дня назад. Вот они так выглядят. И этот человек, когда посвел, естественно, он ничего не корречил, посвел вступить в это. С дамами. Полемика получилась. И на равных. Что ты, мол, свершил? У меня шикарное образование. А как это образование? Может, помыть дерево садить? Да и в поле не знаю. Все, в чему их учили, несколько десятков игроков. Я считаю, что у них деревья. До единого, все до единого. А людям осталось определиться. Только нас мало. Вот что беда. И вот он, Юрий Владимирович Железов. Похож? Вылитый. А им можно такая знаковая. Ой, извиняюсь. Лицо такое знаковое. То есть я имею в виду, что он не испугался. Там их миллион подписчиков в чем-то. Вот. Ну и ладно. Смотрим дальше. А он уже и привил. Представляешь, Алина Александровна, какие одессы. Видишь, какие цветы, смотри. Это будет такая роскошь. И вот он мне звонит, Константин Ильич, минус один. Ой, все помрет, все помрет. Никуда не помрет. Ой, пчел нет. Ой, это самый холод какой. Вот я говорю, сегодня звонит, говорит, все в пчелах. Вон стоит. Здорово. А теперь посмотрим на такое дерево. Значит, зацвели. Нижние ветки не зацвели. Ну, чуть-чуть. Вон, вверх, чуть-чуть. А в основном верхний ярус. Вот. Это учеба. Поэтому я лишний раз обязан объяснить. Вот. Значит, по науке. Ну, науку надо брать в кавычки. Потому что, а это не наука, раз ты не поддерживаешь их, этих самых, значит, уже не наука. Потому что не может быть так. Красноярск против Москвы. Просто это самое, как сказать, есть здравый смысл. И вот этот здравый смысл что говорит? Он не стал отрезать вот эти ветки. Вообще. Оказалось бы. А зачем они нужны? А они их режут? Почему? Они не плодоносят. А о том, что листья на этих ветках, вот этих вот, тут плохо видно, а они живые ветки. Это не сухие. Они живые. Вон даже плодоносят. Даже засветает немножко. Вот. Просто плохо видно. Они косят все дерево. Они ниже расположены. Как можно не накормить корни? Я всегда проезжаю, раз вот это все уничтожить, а потом говорят, кормить дерево. С чего? Им же потасинтус нужен. Но ведь это же проходили в школе, в девятом и десятом классе. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.